Добро пожаловать обратно в ужас. Сегодня я покажу тебе приключенческий боевик 2015 года под названием «Хроники призрачного племени». Впереди спойлеры. Будь осторожен и береги себя. Много раз на протяжении многих лет во время различных раскопок в Китае находили странные вещи. От костей, которые не принадлежат ни одному известному существу, даже динозаврам, до тел тысячелетней давности с неповрежденной кожей и плотью. Один из вовлеченных ученых, профессор Ян Сиолин, который в 1978 году открыл пост в 749 в горах Кунь-Лун. Специальную команду, специально посвященную выяснению секрета, стоящего за всеми этими таинственными открытиями. Сейчас 1979 год, и Ху Баи – один из многих солдат, усердно работающих на раскопках. Работа изнурительная, и он часто падает от усталости, но дочь профессора Ян Пин всегда рядом, чтобы поддержать его и помочь ему восстановить силы. Когда Ху Баи впервые встретил ее, ему показалось, что он знает ее уже давно. У них двоих есть связь, которая заставляет его друга Кан Су наревновать. После того, как команда извлекает еще один гигантский череп неизвестного зверя, пещера начинает трястись, и внезапно она взрывается, уничтожая весь их лагерь. Солдаты во главе с офицером Хан Цзюяном готовят свое оружие, чтобы дать отпор. Но единственные, кто вышел из пещеры, это профессор Ян и несколько рабочих. Однако этот инцидент не является полной потерей. Внутри горы открылся путь, поэтому они пошлют специальную команду вместе с профессором Янгом для расследования. Ян Пин немедленно вызвалась помочь своему отцу, и это заставило Ху Баи тоже стать волонтером, что в свою очередь заставило Кан Су на тоже присоединиться. Команда входит в пещеру и следует по обнаруженному пути, пока не натыкается на гигантскую пропасть, в которую они продолжают спускаться, замечая летающее вокруг них существо, похожее на бабочку. В конце концов, они добираются до ледяной платформы с другой пропастью посередине, поэтому они спускаются и по этой, пока не находят неисследованную пещеру, до краев заполненную странными окаменелостями. Немного побродив вокруг, они находят выход, который выходит на гору, совершенно противоположную той, на которую они вошли. Там профессор Янговорит Ху Баи, что легенды гласят, что где-то в этом районе находятся врата древнего королевства, принадлежащего тайному правительству. Их беседа внезапно прерывается, когда другие солдаты сообщают им об очень важной находке – огромном отпечатке лапы на снегу. В то время как Ханг и остальная команда заканчивают установку двери у входа в гору, профессор Янг и его люди начинают идти по следу следов лап, чтобы найти зверя, который их оставил, который на самом деле находится поблизости. Однако существа, которых они находят первыми, это маленькие летающие ребята из пещеры, но теперь, когда они присматриваются к ним повнимательней, они замечают, что они не похожи на бабочек. Это странно выглядящие летучие мыши. Ничего не происходит, когда они приземляются на рукав, но один из солдат ловит одного голой рукой, и это оказывается ошибкой. Он внезапно начинает гореть синим пламенем с пугающей скоростью, пока не остается ничего, кроме его костей. Вскоре они окружены этими летучими мышами, и солдаты начинают стрелять, чтобы отпугнуть их, но они все равно теряют несколько человек из-за огня. Все выстрелы пугают гигантского зверя и заставляют его уйти, но его внезапный сильный поворот вызывает лавину. Отряд начинает спускаться с горы, когда снег поглощает многих солдат, но наступает момент, когда они не могут продолжать идти. Перед ними пропасть. У них нет другого выбора, кроме как прыгнуть. Но прежде чем сделать это, профессор Янг связывает Ху Баи и его дочь вместе. Пара падает, и их веревка застревает на куске льда, и после нескольких движений из стороны в сторону от трения веревка обрывается, и они оба падают. Даже спустя месяц, испя в поезде, Ху Баи не понимает, как он выжил после того падения, особенно после того, как потерял еще больше людей, которые погибли, ударившись головой или получив ножевые ранения от льда. Когда он просыпается на дне пропасти, там остаются только четыре члена партии. Ху Баи, профессор Ян, Ян Пин и Кан Сун. После того, как мы собрали как можно больше упавших припасов, теперь уже очень маленькая команда зажигает несколько факелов и продолжает свое исследование. Они натыкаются на огромную пещеру с высокой башней внутри, окруженную руинами зданий, которые профессор Ян называет священным дворцом Кунь-Лунь. Говорят, что в башне девять уровней, где запечатаны демонические существа, и это то, что профессор Ян искал все это время. Он встает на колени в знак почтения, затем зажигает свечу, ожидающую какого-то алтаря, что создает причудливое высокое пламя, из-за которого появляется стая летучих мышей и окружает башню красным сиянием. Профессор Ян верит, что Ху Баи и его дочь могут открыть дверь башни, поэтому он посылает их, и когда они идут рука об руку, теория профессора оказывается верной. Дверь открывается, начинает светиться, когда на вершине башни появляется свет, вызывающий кучу духов, которые заполняют комнату. Но все это внезапно исчезает, когда Кан Сун гасит свечу, ему не нравится идея открыть врата дьявола. Пещера начинает разрушаться, так что группа отправляется в путь до того, когда до них доберутся камни или летучие мыши, которые сейчас гонятся за ними. Кан Сун жертвует собой и остается, чтобы служить приманкой, погибая от синего огня летучих мышей и уничтожая их кучу, когда его тело взрывается. Тем не менее, все еще есть куча летучих мышей на свободе, и они преследуют оставшуюся троицу, которая, по крайней мере, установила некоторую дистанцию между ними. Они находят выход, но они не могут идти намного дальше. Это приводит их к высокому краю за водопадом. Летучие мыши догоняют, и когда Ху Баи пытается отбиться от них факелом, им удается укусить его и разжечь огонь на его плече. Ян Пин сталкивает его с края, так что он падает в воду, чтобы потушить огонь, и она и ее отец быстро следуют за ним. Ху Баи и Ян Пин находят друг друга под водой, но их быстро отталкивает другое гигантское существо, похожее на динозавра, которое захватывает Ян Пин в пасть и уносит ее. Опустошенный, Ху Баи выплывает и возвращается на базу при низких температурах. Об ожоге на его плече позаботились, пока офицер Хан говорит ему, что они нашли тела всех участников группы, кроме Ян Пина и профессора, Ху Баи — единственный выживший. Он решает бросить эту жизнь и вернуться домой, но во время поездки на поезде он продолжает воображать, что Кан Сун рядом с ним, и разочаровывает себя, когда иллюзия исчезает. Ху Баи выходит на железнодорожной станции недалеко от сельской местности, и его забирает его новый работодатель Мистер Ван, не подозревая, что офицер Хан и ученый Чэнь Донг ищут его. Сейчас 1982 год, и Ху Баи начинает работать в библиотеке Гэна Вана, что способствует очень мирной жизни. Когда они идут вместе обедать, Мистер Ван ведет его в местный ресторан, где Ху Баи потрясен воссоединением с другом детства Ван Кай Сюанем, который работает там артистом. Ху Баи подозревает, что Мистер Ван отвез его туда нарочно. Работая в библиотеке, Ху Баи находит книгу исследований профессора Яна, в которой даже есть иллюстрация башни демонов, заставляя понять, что это всегда было. Цель профессора, и он также всегда знал, что Ху Баи и Ян Пин могут это сделать, поэтому он старался держать их в месте и в безопасности. Тем временем на посту 749 исследователи нашли гроб с живой женщиной внутри, которая выглядит точно так же, как Ян Пин, но называет себя Ширли. Похоже, у нее есть какие-то таинственные способности, которые она не может контролировать, но она ничего не помнит о Ян Пинё, так что пока они будут держать ее в заперти и под постоянным наблюдением, пока будут предлагать ей лечение. Вернемся к Ху Баи. Он продолжает получать книги профессора Яна в библиотеке с определенными страницами, отмеченными для него. При поддержке Ван Кайсюане он становится одержимым этими легендами и проводит месяцы, изучая их, помогая ему понять реальную историю, стоящую за ними. Раньше существовала гуманоидная раса из мира демонов, чьи предки прибыли с Сатурна. Они наследники как демона, так и человека, и башня их наследия. Предполагалось, что башню охраняют стражники, но 10 тысяч лет назад эта раса исчезла с земли, потому что люди, наконец, вырвались из-под контроля демонов. Однако есть некоторые вопросы, на которые он все еще не может найти ответы, например, почему он и Ян Пин смогли открыть башню, почему профессор хотел открыть ее в первую очередь и кто продолжает посылать ему все эти книги. Три года спустя, в 1985 году, офицер Хан Патрисен, узнав, что его команда нашла профессора Яна живым в горах, прячущемся в пещере. Тем временем, в западном Китае нефтяной город подвергается нападению таинственных гигантских зверей. Они разрушают все на своем пути, не оставляя после себя ничего, кроме руин. Профессор Ян говорит Ханю, что это должно быть следствие открытия башни, поэтому он отправляется в этот район, чтобы провести расследование. Этот инцидент, похоже, разбудил шрам на плече Хубайи, который начинает часто беспокоить его, и его визит к врачу приводит к тому, что он появляется в системе, что выдает его местоположение Хану. Однажды днем боль в плече становится такой сильной, что внезапно она зажигает огонь на спине Хубайи, и он начинает проявлять свои собственные способности, заставляя каждый предмет мебели в библиотеке плавать. Появляется мистер Ван, рассматривая это как нечто совершенно естественное, и объясняет, что из-за нападения летучей мыши кровь Хубайи была заражена демонической силой, которая теперь дает ему силы, но может утащить его в ад. Хубайи не понимает, откуда мистер Ван все это знает, поэтому он использует свои собственные силы, чтобы превратить библиотеку в старую гробницу и показать, что он защитник принца и из народа Су-Линь. Здесь тоже есть духи защитники, как и в башне, включая Кан Су-На. Мистер Уант объясняет, что принц и был предшественником Хубайи, и именно он возглавил человечество против технологически развитой расы демонов, захватившей Землю. Принц И использовал свое собственное тело, чтобы запечатать башню, и большинство демонов покинули планету, хотя некоторые из них спрятались и приняли человеческий облик, даже дойдя до того, что сами женились на людях. Они хотят Хубайи, потому что, как потомок, он единственный, кто может открыть башню и снова освободить демонов. На посту 749 офицер Хан в ярости, узнав, что его команда потеряла профессора Яна, но некоторые внезапные новости меняют его настроение к лучшему. Ширли проснулась и утверждает, что к ней вернулась память. Поэтому она хочет отправиться на поиски своего отца вместе с Хубайи. Хан отправляется в библиотеку, чтобы завербовать его, но Хубайи отказывается возвращаться в бой после того, как увидел так много смертей во время последней миссии. Однако он быстро меняет свое мнение, когда узнает о Ширли, так как ужасно скучает по Ян Пиню. Мистер Ван думает, что это плохая идея для него, идти, когда демоны хотят захватить его, чтобы снова открыть башню, но Хубайи хочет понять, как Ян Пин вернулся к жизни и теперь. Духи зверей тоже нападают на гробницу принца, так что с этим нужно что-то делать в источнике. Хубайи выходит из библиотеки с Ван Кай Сюанем, который хочет помочь. Они едут в Северный Китай, где встречают команду, которая будет искать профессора. Чэнь Дуна, женщину по имени Цао Вэй Вэй, группу солдат и, конечно же, Ширли. Хубайи не может перестать плакать, когда снова видит ее, но хотя она помнит его имя, она ведет себя довольно холодно по отношению к нему и настаивает, чтобы ее звали Ширли, а не Ян Пин. Команда путешествует по пустыне на верблюдах. После нескольких мирных дней они внезапно оказываются в песчаной буре, поэтому они уезжают так быстро, как только могут, чтобы оставить это позади. Есть маленькая деталь, которую они не замечают. Единственная причина, по которой песчаная буря больше не преследует их, заключается в том, что они пересекают непобедимый силовой щит, который удерживает шторм, когда они входят в руины нефтяного города. Как только они спешиваются в безопасном месте, они понимают, что на самом деле потеряли несколько человек во время побега, включая Ван Кайсюани. Эта вторая группа все еще находится посреди пустыни без своих верблюдов, поэтому они пытаются добраться до колодца, который они видели вдалеке, когда внезапно на них нападает одно из этих демонических существ. Они разбегаются, убегая, и демон убивает одного из солдат, когда остальная часть группы достигает колодца, только чтобы найти там второго демона. Этот демон убивает всех мужчин, кроме Ван Кайсюани и его друга, которые находят велосипед и отправляются в Уэлл-Сити, чтобы воссоединиться с остальной командой, которая исследовала окрестности и не нашла ничего, кроме руин и тел. Услышав о демонах, Хубаи хочет уйти, чтобы избежать еще одной резни, как это случилось в прошлый раз в горах, но Чендон и Ширли хотят остаться и закончить свою миссию. У нас не так много времени, чтобы обсуждать это, потому что демоны находят их, и команда должна быть готова к бою. Они вооружаются и стреляют в первого зверя, думая, что им удалось убить его, а затем гоняются за вторым. Однако, когда они оборачиваются, первого уже нет. Пока команда сражается со зверями, Ширли убегает, чтобы поступить в заброшенную школу, и Хубаи следует за ней туда. Он находит кучу тел, свисающих с потолка, и дыру в земле, в которую он входит, чтобы обнаружить подземный туннель, который ведет его к гробнице принца. Там тоже есть демон, который толкает Хубаи и причиняет ему боль, но прежде чем он успевает продвинуться дальше, появляется Ширли и укращает его, заставляя уйти. Затем она использует свои силы, чтобы заставить бессознательное тело Хубаи левитировать в гроб, который она закрывает перед уходом. Вернувшись в город, прибыло еще больше демонов, поэтому команда прячется на верхних этажах зданий, чтобы стрелять серебряными пулями и ракетными установками издалека. Им удается поразить нескольких, но большинство демонов уворачиваются от них и взбираются на здания, чтобы преследовать их. Вэйвэй удается избежать обнаружения, притворившись манекеном, затем она убегает, чтобы спрятаться в автобусе с Ванкой Сюанем, в то время как они изо всех сил стараются пережить постоянные удары демона, который преследовал ее. Продолжает бросать в машину. Хубаи просыпается внутри гроба и отчаянно пытается выбраться, но он замечает, что происходит нечто волшебное. Его раны закрываются и заживают с невероятной скоростью. Дух господина Вана появляется перед ним, говоря ему, что гроб поможет принцу снова жить. Затем Хубаи обнаруживает, что падает сквозь тьму и появляется перед башней. Там он наконец-то может узнать, что случилось с Ян Пин. Зверь, который захватил ее, привел ее в пещеру и бросил в пламя, которое сожгло ее тело и сделало его пригодным для захвата власти королевой демонов. Теперь Ширли контролирует демонов и выпускает их на волю в городе. После того, как зверь ушел, Хубаи подходит к башне, чтобы поговорить с духом королевы, узнав, что Ян Пин была другим человеком, который мог открыть дверь, потому что она ее потомок. Она отказывается отдать свое тело и указывает, что ее убийство убьет и Ян Пина. Хубаи клянется, что найдет способ, и, найдя это забавным, королева отправляет его обратно в город. Обнаружив демона, атакующего автобус, Хубаи быстро стреляет в него, чтобы освободить своих друзей, но он ничего не может поделать с Чэнь Дуном, который висит на краю крыши. Демоны продолжают преследовать его, но Ширли нужно, чтобы он открыл дверь башни, поэтому она бросается на его защиту, бросая машину в зверей, чтобы заставить их уйти. Те, кто нападает на своих друзей, все еще рядом и готовы нанести удар, Чэнь Дун даже приставляет пистолет к виску, чтобы выбрать собственную смерть, вместо того, чтобы отдать свою жизнь демону. Но в этот момент Хубаи смотрит в глаза Ширли и понимает, что он никогда не вернет Ян Пин. Поэтому он стреляет в нее три раза, в результате чего все демоны распадаются, а башня рушится. Признав, что Хубаи единственный, у кого есть сила убить ее, Ширли целует его, прежде чем потерять сознание и превратиться обратно в Ян Пина. Хубаи плачет из-за ее смерти, но Ян Пин внезапно заговорил и выразил, как она рада видеть его еще раз. Поэтому Хубаи поднял ее тело и отнес его к гробу принца, надеясь исцелить ее. Он ложится с ней внутри, и когда он касается ее лба своим, он видит ее воспоминания. У Ян Пин были способности с тех пор, как она была маленьким ребенком, в том числе способность возвращать существ к жизни, но ее мать запретила им их использовать. Только когда она увидела, как она сгорает в синем огне, она поняла, что ее мать была потомком демонов, которые принимали человеческий облик и женились на нормальных людях. Вот почему профессор Ян исследовал башню всю свою жизнь. Он надеялся, что однажды сможет спасти свою дочь от судьбы, которая ее ожидала. Там, в пещере, единственная причина, по которой они пережили падение, заключалась в том, что Ян Пин использовала свои силы, чтобы оживить их всех. Прежде чем связь прервется, Ян Пин говорит Ху Баи, что она любит его, и просит не отказываться от попыток найти ее отца. Ху Баи уважает это желание и покидает пустыню со своей командой на верблюдах, готовый продолжать поиски, в то время как гигантский зверь наблюдает за ними издалека.